Здравствуйте, это программа специальное интервью в студии Виталий Поляков. Сегодня будем разбираться, почему в России и в Красноярске растут цены. Центробанк нам обещал и прогнозировал, что в 2023 году инфляция задержится в коридоре 5-7%, но мы видим, что за первые два месяца рост цен уже превысил 10%. И почему так происходит, будем сегодня беседовать со специалистом по маркетингу Виктором Баховым. Он выходит с нами на прямую связь. Виктор, добрый вечер. Здравствуйте. Виктор, ну не знаю, можно ли доверять нашим статистикам, но вот вы, как человек, который непосредственно работает с формированием цен, видите вот этот опережающий рост цен? Не, ну статистикам надо доверять. Конечно, 10% это не значит, что на все, что вы придете купить в магазине, будет подорожание 10%. Это среднее изменение цен и даже чаще это закупочная цена, не только розничная. Но, да, статистика верная. В феврале, февраль закончился с инфляцией в 10,22%. Это немного ниже, чем в январе, который вообще выстрелил почти в 12% инфляции. Но, тем не менее, это все равно достаточно серьезная цифра. Она неравномерно размазана по ассортименту. Есть категории, которые драйвят это повышение. Есть категории, которые практически не изменяются по своей цене или даже понижаются к прошлому году. Да, безусловно, что-то можно купить сейчас дешевле. Цены, безусловно, в рыночной экономике они плавают. Но вот что происходит с овощами, непонятно. Тот же лук, те же огурцы, они вроде бы дорожают действительно опережающими темпами. Почему? То ли их дефицита не хватает, и поэтому цена растет. Почему? Лук, да, одна из таких категорий. Ну, как раз по луку ситуация немного странная, потому что прямых факторов, влияющих на данный продукт, нет. И повышение розничных цен здесь связано скорее с общим ажиотажем, в том числе потреблением. А вот помидоры и огурцы, подорожание по помидорам и огурцам, это уже история, длящаяся с ноября, наверное, напрямую связана с ростом энерготарифов. Соответственно, овощи, выращиваемые в том числе в тепличных хозяйствах зимой, а доставлять овощи сейчас и фрукты, условно, из Европы, разумеется, они не доставляются. То есть они доставляются из-за стран СНГ, либо выращиваются на территории России. Соответственно, все то, что выращивается на территории России, получило прирост по электроэнергии. И этот прирост, то есть рост тарифов ЖКХА с 1 января произошел, незабываем, он сказывается в том числе на себестоимости данной продукции. По луку, как я уже сказал, ситуация менее понятная, менее прозрачная. Да, лук сильно вырос, вырос дороже картошки. И прежде всего это связано с ажиотажем, условно, количество запаса лука недостаточное. То есть был неурожай, либо произошли какие-то события, ну, разные бывают. Они могли там что-то, продали много на импорт, например, продукты и так далее. То есть возник внутри страны дефицит, и, соответственно, оставшиеся запасы продают по завышенной цене. То есть, скорее всего, это более такое сезонное событие, ну, сложившееся событие. Вряд ли оно продолжится весь год. А вот некоторые категории, такие как, например, кофе, импортный алкоголь, бытовая химия. То есть брендозависимые категории с большой долей ранее западных брендов, которые в ассортименте продолжают оставаться практически всех сетей, но сейчас заходят с параллельным импортом, да. Вот там ситуация другая. Там повышение цены, конечно, есть, потому что изменилась логистическая цепочка. Оно везде разное. Где-то оно больше, где-то оно меньше. И вот эти изменения логистических цепочек и эти повышения приводят к тому, что по данным категориям такая цена, она будет, ну, она вот устанавливается, товар возвращается на полки, но по более высокой цене. И эта ситуация будет, наверное, более длительной. С товарами местными, что с ними происходит? Как ведут себя цены на них? Да, товары, в которых не существует импортной составляющей, да, которые, скажем так, на которых мало сказывается текущая ситуация с сырьем, с оборудованием, там, хлеб, например, те же фрукты, те же, допустим, ну, отдельные виды овощей, мясо, колбасы, как бы, да. Пока такой рост именно, ну, переработанное имеется в виду мясо, колбасы, деликатесы, молочная продукция, они не показывают роста цен, и на них эта ситуация сказывается в меньшей степени. Да, вот согласен, вижу в самых магазинах, что, допустим, несколько месяцев уже не меняются цены на молоко. Это связано с тем, что продукт в основном местный? Да пока ничего не происходит, потому что компания Danone не уходит из России, ну, по крайней мере, на данный момент, да, осуществляет свою деятельность. Компания Wimbledan окончательно тоже нету какой-то информации, то есть компании обе продолжают работать, соответственно, по ним операционная деятельность не остановилась, и никаких изменений в их себестоимости, а значит, и необходимости для рынка корректировать их стоимость не происходило. То есть их, ну, не знаю, не зацепило, менеджментом компании было принято решение, что остаются. Все-таки надо же разделять, что заводы некоторые принадлежат каким-то иностранным брендам в разной степени. Где-то они принадлежат на 100%, где-то они принадлежат, не знаю, на 10%, да, условно. Соответственно, молочный рынок это задело в меньшей степени. Более того, скоро лето, а в лето всегда молочная продукция дешевеет. Плюс неустанно, неустанно, если мы говорим по молочке, неустанно растет доля местных производителей. С каждым годом она все больше и больше занимает, как бы, долю. Поэтому здесь, ну, наверное, каких-то суперпотрясений, что, условно, бутылка молока станет там 150 рублей. Ну, нет, такого не будет, нет для этого никаких предпосылок. Достаточное предложение этого товара, альтернатива есть. А вот, условно, ликер и гермайстер, да, вот которого, ну, вот его нету. Ну, вот его, он исчез, его перестали поставлять, он полностью исчез. Сейчас он потихонечку начинает заходить через параллельный импорт, разумеется, уже по новой цене. И как раз такие товары, они за счет вот этой логистической составляющей, то есть ничего не изменилось, изменилась логистическая цепочка. И, исходя из этого, они могут становиться дороже. Но параллельный импорт хоть как-то, но работает, правильно? Он однозначно работает, он работает стабильно. Причем, ну, его уже успели настроить под тем товаром, который имеет высокую оборачиваемость. Он был настроен сразу же, да, везется через Казахстан, через Белоруссию, через различные другие страны, третье через СНГ, соответственно. И здесь из плюсов, что продукция остается, конечно, с нами. Не всегда она там сильно дорожает, потому что есть, опять же, бренды, которые перекладывают, ну, закупая эту продукцию, как бы, да, есть возможность по каким-то продуктам оставить рыночную цену, а подорожание переложить там на менее популярные продукты, то есть такие тоже используются. Ну, условно, вот если ты хочешь более дорогой, более премиальный продукт, ты его купишь с повышением, а ходовка, она остается по предыдущей цене. Вот. Но из минусов тут то, что, конечно, эта схема сейчас занимает больше времени, соответственно, она наоболее затратна. И некоторые нишевые вещи, они могут из ассортимента исчезнуть. Ну, например, там вот Кока-Кола основная, она там, да, не знаю, литровая бутылка, она, допустим, вернулась в ассортимент и будет портоваться. А какая-нибудь более нишевая позиция, не знаю, ванила, Кока-Кола, ну, к примеру, там, да, она не будет возиться, потому что это невыгодно, у нее не такие объемы продаж, и никто там, условно, с этим связываться не будет. Плюс, конечно, местами сохраняется, он уже, ну, на истощении, на этапе реального истощения, но местами какие-то сохраняются логистические запасы. Но это, если мы говорим по брендам, наверное, категории B. А бренды типа Кока-Кола и подобных, они давно уже там обернулись уже, и завозится и казахстанская Кока-Кола, и завозится Кока-Кола по параллельному импорту, наверняка, из других даже каких-то стран, как бы, в том числе. Но и параллельно идет замещение другими продуктами, альтернативными, то самое импортозамещение. Ну, вот с рыбой ситуация меня интересует. Цена, наверное, поднялась не в этом году, а в конце прошлого, в середине прошлого года. Но все же, означает ли это, что у нас не справляется наш рыболовецкий флот, он не может обеспечить потребности внутреннего рынка, или наши фермы местные? Да, по рыбе ситуация тоже. Рыба входит в одну из категорий достаточно серьезного подорожания, потому что Россия не является производителем, крупным производителем, скажем так, рыбы и морепродуктов. Хозяйства, которые имеются в России, недостаточно, ну, не было никогда такого объема рынка, да, чтобы заполнять именно хозяйствами России и российскими. Рыба в основном возилась с Норвегии, в основном с Исландии, ну, если мы говорим про красные сорта рыбы. Отсюда подорожание, оно не сейчас, оно не в феврале сложилось, оно подорожало, наверное, еще в сентябре 2023 года, 2022, извиняюсь, года. И пока объемы внутреннего производства данной продукции не будут увеличены, стоимость по рыбе будет оставаться высокой. Привезти рыбу еще и не напрямую, а через, там, как-нибудь, как бы, да, если это какая-то санкционная продукция, ну, конечно, достаточно сложно. Это все-таки, во-первых, скоропортящийся товар, во-вторых, достаточно тоже дорогой товар. Ну, опять же, ситуация не по всем. На самом деле рыба весьма подорожала, если мы говорим про красные сорта. Морепродукты не так подорожали, если мы говорим про креветки, можно сказать, даже практически не подорожали. По белой рыбе ситуация разная, позиции, которые более популярны, они могли вырасти в цене. Плюс еще растет, в принципе, потребление рыбы, это один из трендов, да, потому что это продукция ЗОЖ, и один из, ну, сейчас все равно, населения постпандемийного периода. Несмотря на все проблемы, тем не менее, тенденция на ЗОЖ, она прослеживается, четко, и люди больше покупают именно белые рыбы, так как это продукт, способствующий диете здорового образа жизни, что тоже накладывает, где-то дефицит возникает продукции, где-то возникает повышение вот именно на ажиотажном спросе. Но это корректируется промо-политиками. Еще вот хотел обсудить то, что слышу в последнее время все чаще, это страх дефицита. Одни люди говорят, что мы вот сейчас весь хлеб вывезем за пределы страны, видимо, речь идет о широко обсуждаемой так называемой зерновой сделке, и самим нам нечего будет есть. Другие говорят, что вот закончится урожай овощей, тоже будет дефицит. Что вы видите? Что думаете по этому поводу? Ну, нет, на данный момент не слышал и скептически отношусь к подобным слухам, потому что, ну, если смогли заместить санкционную всю ситуацию, да, и население в общем и целом никакого дефицита не ощутило, как бы, да, купить можно что угодно, все есть, все в наличии. Да, где-то скорректировались цены, но, тем не менее, дефицита точно нет. То из-за каких-то ситуаций, ну, зерновые сделки, мы зерно Россия всегда импортировала, вряд ли она импортирует его сейчас больше, чем обычно, как бы, да. То же самое касательно других товаров. Производственно, внутренне, оно тоже не падает, оно, наоборот, только развивается. Другой вопрос, что сказывается, конечно, где-то в разрезе разных отраслей, сказывается влияние санкционное. Прежде всего, причем, это даже не ингредиенты. Многие производители жалуются, что это такие моменты банальные, как наладка оборудования. Вот болтик у вас сломался от итальянского станка какого-нибудь, да, на котором у вас все производство работало, и все. И вот что с этим делать? Вот там основная проблематика, вот она сейчас. Переналадка линий где-то каких-то, найм новых специалистов, обучение. То есть бизнес несет на себе сейчас нагрузки, которых мы не видим, мы о них даже не знаем, но они есть. И это где-то может вызывать какие-то подорожания. Но говорить о дефиците, я думаю, преждевременно. И вообще каких-то посылок к этому глобальных нету. Ни по какой из озвученных по вами категории и ни по каким другим. Окей, но в последнее время вижу, что в Красноярск заходят все новые магазины. Об этом давайте поговорим. Ярче, красные, белые, различные сервисы, новые доставки. Это хорошо, как думаете вообще? Не затираются ли среди новичков, федеральных игроков, наши местные сети? Конкуренция всегда положительно влияет на рынок, потому что монополизация рынка приводит к ущемлению прав, может привести к ущемлению прав потребителей. В Красноярске давным-давно такого нет. И тенденция входа федеральных игроков в различных областях рынка она уже не первый год. И 2022-2023 год это точно не самые года прихода федеральных игроков. Все федеральные игроки уже давно пришли. Сейчас идет продолжение экспансии. На самом деле тот же X5 уже вовсю озвучивает свои планы по выходу в Хабаровск и дальше на Дальний Восток. Соответственно, Сибирь для них является перевалочным таким пунктом, где они уже закрепились. Магнит, опять же, здесь достаточно уже давно. Но, да, Ярчи это сеть, которая сейчас заходит, но скорее она кемеровская, это не такой, не настолько масштабный, не федеральный все-таки игрок. Здесь больше из федеральных игроков стоит отметить вход алкогольной сети Красное и Белое, вход службы доставки Самокат. Ну, вот сейчас еще непонятно каким масштабом заходит парфюмерная сеть Золотое Яблоко. Конечно, все эти компании приносят новое предложение, новые политики свои, борьбы за конкурента, но для покупателя это даже, наверное, плюс, так как это повод производителям и сетям конкурировать, биться за своего клиента, улучшать свой сервис и улучшать свое предложение. При этом, лично я убежден, что все равно местные игроки, они в сердце покупателя имеют свой приоритет и, соответственно, чем меньше их становится, тем важнее становится каждый отдельно оставшийся. Ну, а давайте сейчас поговорим о том, как динамика доходов россиян влияет на покупательский спрос. Знаем, что по итогам года реальные доходы у нас людей упали то ли на 1, то ли на 2 процента. Значит ли это, что покупатели стали экономить на еде? В данный момент допускают, что особо не видят и, возможно, не увидят. Почему? Потому что складывается такой интересный момент, называется он рациональное потребление. Во-первых, люди начинают не столько покупать меньше, сколько покупать умнее. То есть они не покупают то, что им, возможно, не надо. Они пытаются найти более дешевые магазины, они дробят покупку. То есть тратят вроде те же деньги, точнее, удовлетворяют те же потребности, но тратят меньшие деньги на это. Это как бы первый момент. А второй момент – это то, что многие страдающие сейчас отрасли, они не из области продуктов. Как раз на продуктах питания, судя по исследованиям того же Нильсон компании, того же Рамира, на продуктах питания население экономит в последнюю очередь, в первую очередь экономят на, как ни странно, в первую очередь на капиталоемких продуктах, это как раз понятно. Покупка машин, какой-то отпуск, покупка недвижимости. Потому что в этих отраслях очень сильно произошло подорожание цены, вообще где-то перераспределение ландшафта. И многие люди, возможно, которые, не знаю, деньги откладывали на покупку машины или на покупку квартиры, они сейчас словно махнули руку и сказали, «Ай, подождем, будем зато кушать вкусно». И откладывая отложенный спрос, где-то отложенная, точнее, потребность, высвобождаются деньги. Кто-то меньше стал ездить отдыхать или некуда ехать отдыхать, условно, да, в страны Европы сейчас доступа нет, может, возможно, в Азию они не хотят, не могут, разные могут быть причины. То есть деньги здесь высвобождаются из других отраслей домохозяйств, и они могут быть направлены на поддержание жизни здесь и сейчас. То есть на питание, на какие-то вещи, связанные с развлечением, походами в рестораны. А вот интересно, что, опять же, по данным статистики, люди стали в России меньше тратить на одежду. Ну, невероятно, но факт. Наверняка это связано с уходом западных брендов и, как следствие, немножко таким обесцениванием темы шмоточниства, я бы так сказал. То есть люди, судя по статистике, проще стали к этому относиться, либо увеличили период покупки новой одежды. И, опять же, это тоже деньги высвобождают определенные, которые люди направляют на продукты питания. Так что, непосредственно, падение оборота ритейла продуктового сейчас не наблюдается. Да, любопытно. То есть все-таки наши люди, на идее, не экономят. Да, люди будут экономить на питании в последнюю очередь. Плюс еще немаловажный фактор, который я не упомянул, все-таки активно идет развитие альтернативных предложений. То есть, ну, рынок не замер в состоянии, что и все, вот замер, и ничего не происходит. Правильно, рынок абсолютно не такой сейчас в России. Идет активнейшая движуха, развивается различное альтернативное предложение. Как полукустарные какие-то привезли чуть ли не в сумки из-за границы айфоны, ну, я утрирую, да, но тем не менее, вот такие там привет из 90-х. Так и вполне себе цивилизованные решения в виде дискаунтеров различных, в виде различных сервисов, которые позволяют где-то дополнительно экономить или создают какую-то новую потребность. Ну, в общем, насыщается рынок дополнительными именно ценовыми предложениями, что позволяет покупателю при необходимости найти путь, как не ухудшить свой рацион, как не ухудшить свой образ жизни, но как при этом соптимизировать. Плюс возвращается доля промо, если в 2022-м сразу после начала активных санкционных действий был резкий, резкое сокращение летом доли промо и промо-предложений, вообще везде уже плотно понятно, что никуда от этого не деться, это все плотно опять возвращается, увеличивается количество промо-предложений, даже без, на самом деле, без федеральных брендов начинают местные бренды, которым раньше было, ну, куда там тягаться нам с Даноном, ну, типа того, да, а сейчас, как бы, можно-то и потягаться, там уже нет таких бюджетов, компании многие западные остановили свою промо-активность, но впрямую не инвестируют в это, либо инвестируют ограниченное количество денег, вот, соответственно, местные производители, там, не побоюсь этого слова, поднимают голову, многие начинают раскачивать свой продукт, локальные какие-то истории, как бы, да, и, соответственно, это тоже выглядит для рынка как насыщенное какое-то действие, а точно не как стагнация или там, не дай бог, упадок. То есть промо-акции, которые мы видим в магазинах, это желтые ценники, красные, или как по-другому их оформляют, их финансируют производители, поставщики? У каждого есть своя политика акционная, как бы, да, здесь вопрос, где-то это софинансирование, где-то это финансирование от поставщиков, где-то это финансирование сугубо от сети. Суть в том, что был период, когда этот инструмент был немножко так на стопе, на паузе, все были напуганы, не понимали, что там будет дальше происходить, а сейчас понятно, что без акционной активности продаж, уровень продаж, он будет падать, так как население действительно более рационально. То есть я бы не применял здесь, что прям беднеет и падают доходы, ощутимо так, но то, что рационально люди начали очень думать, прежде чем что-то тратить, это как бы точно. Отсюда и волна все равно популярности дискаунтеров, дискаунтерного формата, в который сейчас приходят все больше даже покупатели супермаркета и оценивают, как можно сохранить, то есть у населения, у многих людей, у них возникла такая потребность, как задача даже, как сохранить свой привычный образ жизни в новых условиях. Да, каждый решает ее по-разному, в том числе есть те, которые решают ее, я буду так же питаться, но я найду такие продукты, я найду такие магазины, которые позволят мне на это тратить меньше денег, или столько же, как раньше, не переплачивая. очень активно развиваются продажи собственных торговых марок, то есть продукция под собственной торговой маркой показала очень сильный прирост в 22-м году, продолжит показывать, я уверен, прирост в 23-м году, так как это, опять же, продукция без брендовой составляющей и, как правило, она дешевле, то есть это продукт, ну там нет-то, как можно его сказать, некий нет-то бренд без дополнительной добавленной стоимости и стоит он для покупателя дешевле. Сейчас давайте поговорим о сервисах доставки, вот курьеров, наверное, многие замечают на улице столько, сколько не было еще 2-3-4 года назад, я имею в виду курьеров, которые в фирме надежде, с большой сумкой за плечами, причем я смотрел сервисы подбора персонала и там тоже вот курьеры, доставщики, одни из самых востребованных специалистов. Вот это видимость вообще или действительно этот сегмент рынка растет? Нет, это невидимость, это момент тоже интересный, даже можно сказать парадоксальный, порожденный пандемией, то есть в период пандемии доставки очень сильно выросли в России и сейчас этот рост, он не только не остановился, он и в принципе сильно-то и не замедляется. Получается, несмотря на то, что люди, да, рационально хотят экономить, они под рациональностью понимают, в том числе затраты энергии на единицы времени. Для кого-то рационально экономить, это пойти в дискаунтер и купить дешевле тот же набор продуктов, но сэкономить на этом условно 500 рублей, а для кого-то рационально это купить продукт на 300 рублей дороже за счет доставки, но зато не потратить на это время, а это время потратить на что-то другое, на поиск более дешевой одежды, так как сейчас еще тоже пойди найди, попробуй что-нибудь. Вот, у разной аудитории разные предпочтения у разных людей и доставки продолжают развиваться. Мы видим, что самокат там тот же зашел в Красноярск, зашел, ну, по моим ощущениям успешно, они нигде не комментировали, какая у них ситуация в Красноярске, но судя по количеству их курьеров на улицах, мне кажется, что более или менее. Вот, ну и в целом по России, пока ни один из сервисов доставки не озвучивал план каких-то проблем, скажем так, во все-все развивается. Более того, думаю, что этот сегмент продолжит расти, так же, как и сегмент маркетплейсов и вообще сегмент электронной коммерции. Это уже неизбежно, будущее с нами, новое поколение, более молодое, оно, в принципе, офлайн-магазины рассматривает менее лояльно, ну, менее лояльно к ним, чем вот различные доставки. Соответственно, неизбежно с каждым годом этот сегмент будет расти. Ну, что касается маркетплейсов, это Алиэкспресс, Озон, Вайлберис, другие. Кажется, сейчас этот вид торговли, безусловно, растет. Вообще, не станут ли они монополистами? Ну, а что, можно же сейчас любую еду заказать через маркетплейс, курьер вам все это доставит, не нужно никуда идти. Как вы думаете, традиционные магазины в конкуренции с маркетплейсами, они устоят? Я думаю, монополистами они не станут, но долю занимают они серьезные, и, в принципе, развитие маркетплейсов в России порождает различные процессы, в том числе, там уже законодательное регулирование, там обсуждается маркетплейс, потому что маркетплейс такой уникальный юридический, скажем так, формат, который как бы не магазин, но как бы и не продавец, и как бы вот кто. То есть, они как бы себя позиционируют как логисты. Но маркетплейс продолжит развиваться, так же, как и различные службы доставки. Но полноценным, конечно, заменой оффлайн-магазином они не станут, так как маркетплейс не может заменить, там, условно, магазин покупки продуктов, и все равно аудитория, ну, не все можно купить через интернет, плюс различные вот эти скандалы, они подливают масло в огонь недоверие. А рациональный покупатель же у нас рациональный, покупатель будет бояться тратить свои деньги на какие-то, ну, рисковать, скажем так, своими деньгами. Поэтому, конечно, подобные незамеченными скандалы не проходят, где-то какая-то аудитория будет отказываться от покупок. На маркетплейсе, например, я, после того, как мне раз приехала рубашка левая какая-то, я как-то так скептически стал к тому относиться, но это мое субъективное мнение. Вот. Тем не менее, тем не менее, многие крупные, тройка крупных маркетплейсов, Wildberries, Ozone и Sber Mega Market, они продолжают ударными темпами расти, меньше, чем в 22-м году, в 22-м они приросли меньше, чем в 21-м, но, тем не менее, они продолжают расти. И туда, судя по всему, еще будут добавляться игроки, которые будут продолжать эту тему всю развивать. Соответственно, это опять же тоже вызовет ничего, это не что иное, как усиление конкуренции для всех игроков на этом рынке. Хорошо, но если пофантазировать и подумать, прогнозировать, что будет, с нашим рынком, с нашими магазинами через год, два, может быть, четыре года, как они изменятся и как это может на нас повлиять? Прежде всего, условия будут диктовать покупатель и его потребности, ну и, соответственно, ритейл, который будет отвечать на эти потребности, он будет выживать. Прежде всего, это соотношение цены и качества, ну или цены и рациональности, оправданности, цены, наличия промо-предложений, наличия СТМ-предложений, наличия ЗОЖ-предложений, то есть ответ на потребности клиента. Это возможность выбора широкой линейки товаров, в том числе местного производства, потому что товары местного производства все выше и выше становятся, ну, все популярнее и популярнее становится, все важнее для местных аудиторий, брендозависимость снижается, поэтому кто более местный, тот и будет побеждать. Локальным патриотизм никто не отменял. Ну и в-третьих, это все равно нахождение на волне технологий, продолжение внедрения различных технологических сервисов, которые уже плотно закрепились с жизнью покупателя и продолжат создавать удобство. Какого-то отката, в данный момент темные времена предвидится, и если никаких потрясений внешних не будет, то постепенно ритейл достроит те какие-то пробелы, которые, может, еще существуют. Ну, что будет с ценами все-таки в этом году? Я помню, в прошлом к лету они откатились, сначала сильно выросли, потом чуть снизились. В этом году будет так же, как думаете? Да, я думаю, что цены устаканятся, это раз к лету, во-вторых, начнутся активные. То есть, что происходит, когда идет такой рост цены, ритейлер тоже, ну, и все ритейлии, вообще рынок начинает с какого-то альтернативного варианта. Будут что-нибудь, будут заходить новые товары, будут вестись какие-то переговоры, да, чтобы рост цен нивелировать. Ну, и не забываем третий фактор, он пока не взыграл, но он может в любой момент как бы прозвучать, это госрегулирование. Правительство уже не раз обсуждало, как-то анонсировало, да, свою готовность прямого управления, ну, или установка ограничений и цен на социально значимые товары. Если инфляция будет продолжать раздуваться, я уверен, что подобная мера будет применена. Тем не менее, в терминах, там, года, да, в ситуации года, я думаю, что инфляция будет выше официальной, но не думая, что там, условно, в три раза. То есть, 5-6 процентов, да, возможно, 15-16, но я думаю, никто не допустит, находясь там в марте, ну, кажется так. Там дальше посмотрим. Да, спасибо большое. Надеюсь, ваш прогноз оправдается и цены не улетят в космос. Виктор, с вами всегда интересно беседовать. С вашей помощью мы держим руку на пульсе цен. Спасибо, что дали нам это интервью. Спасибо. До свидания. Это была программа «Специальное интервью». Напомню, сегодня мы говорили о ценах со специалистом по маркетингу Виктором Баховым. Спасибо, что остались с нами до конца и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин